Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы ожидаем что-то чудесное от Бога сегодня. Смотря эту передачу, не просто сидите пассивно. Высвободите свою веру. Ожидайте что-то от Бога. Пожалуйста, возьмите блокнот, ручку или карандаш, Библию и учитесь вместе с нами. Будьте сегодня учениками. У меня на сердце сильное желание учить на тему нашей власти во Христе. Нам очень важно понять, какое богатое наследство Иисус нам дал. Бог сделал нас богатыми во Христе, и часть этого богатства – наша власть. Слишком часто люди не осознают, что наша власть во Христе – это часть богатого наследия, которое принадлежит каждому дитю Божьему. Она не принадлежит лишь небольшому количеству избранных или тем, кто уже долго спасен. «Каждому, кто приходит ко Христу, принадлежит власть, как часть благословений и наследия, данного нам Богом во Христе». И мы рассмотрим эту тему, потому что чем лучше мы научимся применять нашу власть, тем прекрасней будет жизнь. Жизнь трудна для тех, кто не понимает свою власть и не знает, как ее применять. Чем больше мы понимаем, что принадлежит нам во Христе, и применяем свою власть, тем прекрасней наша жизнь. Давайте начнем с 8-го псалма, с 5-го стиха. Нужно рассмотреть так много мест Писания в этом учении, что не знаешь, с чего начать. Такая богатая тема. Итак, Псалом 8-5. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Правда чудесно, что Бог помнит о нас. Бог думает о нас. Мы занимаем его мысли. Бог думает о человеке. И Сын Человеческий, что ты посещаешь его. «Немного ты умолил его пред ангелами». В этом переводе сказано пред ангелами. Но на иврите, оригинальном языке Ветхого Завета, здесь слово «элогим», то есть Бог. А значит, «немного ты умолил его пред Богом». То есть у нас с Богом есть что-то общее. Он разделил свое богатство, свое наследие с нами. И это привело нас в его класс существ. Нет, мы не он, но мы соделаны одним со Христом. И мы цари и священники Богу. Мы в Божьем классе существ. Потому что мы – духовные существа. У нас есть Дух. И Бог есть Дух. И поскольку у нас есть Дух, у нас также есть то, в чем Дух нуждается – власть. У Бога есть власть, которую Он применяет. И Он ввел нас в Свою цепочку власти. И разделил эту власть с нами. И будучи духовными существами, мы имеем власть, чтобы владычествовать. Итак, еще раз шестой стих. «Бог сделал человека немногим ниже самого себя и увенчал его славою и честью». Посмотрите на седьмой стих. «Поставил его владыкою» или «сотворил его, чтобы владычествовать». Бог не сотворил нас, чтобы превратить в рабов, чтобы сделать из нас жертв. Мы должны владычествовать. Он сотворил нас, чтобы владычествовать. Обратите внимание, в первой главе книги «Бытие» сказано, что человек был сотворен по образу Божьему. Что имеется в виду? Дух человека. Человек – это Дух. Бог есть Дух. И по образу Божьему мы – духовные существа. И нам нужно понять то, что здесь сказано, что Он сотворил нас, чтобы мы владычествовали. Владычество – это духовная сила. Это не земная сила, доверенная нам или возложенная на нас другим человеком. Это духовная сила, духовная власть, духовное владычество. Итак, мы сотворены по образу Божьему, как духовные существа. И Он разделил Свою власть с нами. Как сказано в 8-м псалме, Он сотворил нас, чтобы мы владычествовали. Мы были сотворены для владычества. Мы были сотворены для этого. И не живя в той власти, в том владычестве, которое Бог дал нам во Христе, мы не верны Своему предназначению. Владычество нам к лицу. Нам идет ходить во власти. Мы сотворены для этого. Итак, мы сотворены, чтобы владычествовать. Над чем? Над всем, что противостоит Богу. Над всем, что не проистекает от Бога. Что не приходит от Бога. Нам нужно над этим владычествовать и отказаться в этом участвовать. Этому не место в нашей жизни или в нашем присутствии. Итак, 7-й стих. «Поставил Его владыкою». Над чем? Над делами рук Твоих. Все положил под ноги Его. Потрясающая истина, которую нам нужно ухватить. 8-й стих расписывает, что это значит в человеческих категориях. «Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стызями». То есть, над всем, что Бог сотворил, Бог дал людям владычество. Послушайте, когда Бог сотворил человека, Он сотворил землю в качестве дома для Него. На время существования человека на земле, земля была сотворена для человека. Нам нужно это понять. Земля была сотворена для человека, а не наоборот. Человек не был сотворен для земли. Когда Бог задумал сотворить человека, Он начал все для этого подготавливать. Создал землю. За шесть дней, в седьмой Он отдыхал, Он создал место жительства для человека. Затем Он поместил Адама в саду и сказал ему, «Владычествуйте, владычество нам к лицу». Мы были сотворены для Него. Давайте откроем первую главу Ефесянам. И начнем читать со второй половины 19 стиха. Это место Писания, такое насыщенное, такое богатое, но по причине времени мы не можем читать все. Так что начнем с 19 стиха. Здесь речь идет о том, что нам нужно через откровение познать ту силу, которая нам принадлежит. «Могущество, которое в нас, верующих». И 19 стих. «По действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе». И что совершила эта сила? «Воскресив Его из мертвых». Итак, сила Божья – это сила воскресения. Павел говорит о силе Божьей, которая воскресила Иисуса из мертвых. И не только воскресила Его из мертвых, но и посадила Одесную Бога на небесах. И эта сила нам принадлежит. Эта сила нам доступна. Эта сила доступна тем, кто верит. Она вступает в действие, когда мы верим в Нее. К этой силе необходимо приложить веру, потому что 19 стих говорит о величии и могущества Его в нас, верующих. Эта сила воскресила Иисуса из мертвых. Посадила Иисуса по правую руку Отца. И в 21 стихе сказано. «Превыше». «Превыше чего?» «Превыше всякого начальства». «Превыше всякой власти». «Превыше всякой силы». «Превыше всякого господства». Обратите внимание, есть другие уровни власти, но наша превыше. Есть другие начальства и власти, но власть, принадлежащая нам во Христе, гораздо выше всех других. «Превыше человеческой силы», «Превыше силы ума». «Аминь». Она гораздо выше. В 21 стихе сказано. «Превыше все равно, что Иисус был посажен превыше всякого начальства и власти и силы и господства». Заметьте. «Когда Иисус умер за нас». «Пошел в ад и победил дьявола, сразил его». «Все это противостояло его воскрешению из мертвых». Все начальства, все власти, все силы и господства противостояли его воскрешению. Но сила Божья была такой великой, что подняла его гораздо выше всего, что противостояло его воскрешению из мертвых и тому, чтобы он был посажен по правую руку Отца. Власть Божья совершила все это. Сила Божья. И это та власть, которая принадлежит нам во Христе. Бог разделил с нами эту власть. Итак, здесь мы видим, что совершила то владычество, та власть, которая принадлежит нам во Христе. Насколько больше она сработает для вашей семьи, для вашей жизни, если она совершила все это со Христом, воскресила его из мертвых, посадила его по правую руку Отца. 22 стих. «Бог все покорил под ноги его». Речь идет об Иисусе. «И поставил его выше всего главою». Итак, Иисус – глава. Если же Он – глава чего-то, то есть и тело. «И поставил его выше всего главою церкви». Или мы можем сказать «главою тела». Церковь – это тело Христа. Иисус – глава церкви. 23 стих. «Которое есть тело его». Итак, Бог поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Итак, главенство Иисуса осуществляется через его тело. Через церковь. Так что, если у Иисуса есть власть, у тела тоже должна быть власть, потому что она есть у головы. Тело и голова – одно целое. Садитесь ли вы или встаете. Ваши голова и тело двигаются вместе. Они – одно целое, состоящее из многих частей, но одно целое. Точно так же во Христе мы одно с Ним. Он – голова, мы – тело. И та власть, которая принадлежит голове, осуществляется через тело. Точно так же, как это происходит с вашим собственным телом. Если вы решаете «я пойду в другую комнату», эта мысль приходит в вашу голову. Намерение рождается в голове. Но ваша голова не сможет туда пойти, если тело не пойдет с ней. Ваша голова и тело двигаются вместе. И если мы говорим, что у нас нет власти, мы утверждаем, что у головы нет власти. Но мы знаем, что у головы есть власть. А это значит, что и тело разделяет ту же власть, что есть у головы. Не мы заслужили эту власть. Иисус заслужил ее для нас. Он ввел нас в эту власть. Аллилуйя. Откроем вторую главу Ефесянам. Несколькими стихами ниже. И начнем читать с четвертого стиха. Бог богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям... То есть, пока мы все еще были во грехах, Он возлюбил нас. Это удивительно. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Оживотворил – значит, сделал живыми. Он оживотворил нас со Христом. Когда Христос воскрес, мы воскресли. Когда Христос был посажен на небесах, мы были посажены. Одновременно со Христом. Он оживотворил нас со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Какие глубокие слова. Они проливают свет на то, что Иисус нам обеспечил. Давайте не будем ограничивать и преуменьшать то, что Он сделал для нас. Он разделил с нами Свою власть. Иисус занимает высочайшее место во Вселенной рядом с Богом. Он находится по правую руку от Отца. И Он не пошел туда один. Он взял нас с собой. Вы скажете, я не понимаю, как это. Это кресло власти. Это кресло власти. Мы разделяем с Ним это кресло власти. А не так. Иисус сидит на кресле, а тело Христа располагается рядом с Ним на куче кресел. Мы все вместе сидим на этом кресле власти. Голова и тело сидят вместе. У вас же голова не сидит в одном кресле, а тело в другом. Голова и тело одно. И когда Христос воскрес, по великой Своей любви, Бог сделал нас одним со Христом, и мы совоскресли с Ним. И мы разделяем с Ним это кресло власти. Наша власть проистекает от этого престола. Это потрясающе. У нас не просто человеческая власть, обычная власть этого мира. Наша власть проистекает от правой руки Бога Отца. Аминь. Воскреснув и будучи посажены со Христом, мы занимаем высочайшее положение со Христом. А дьявол не хочет, чтобы мы об этом знали. Он не хочет, чтобы мы это понимали. Он хочет заставить человека колебаться при мысли об этом, потому что обычный человеческий разум не в состоянии воспринять все это величие. Величие этой истины. Человеческий ум пытается в ней разобраться и осекается. Ее нужно принять сердцем, духом. Вот почему Павел молился в первой главе Ефесянам, чтобы Бог дал нам Духа Премудрости и Откровения к познанию Его. Дух Премудрости и Откровения – это не что-то, что приходит в ум. Это то, чем наделяется ваш дух. Ваш дух должен за это ухватиться. Ваш дух должен это взять. Это должно стать истиной внутри вас, а не чем-то, что вы можете мысленно представить. Мудрость – это мудрость Божья, которую нужно принять своим духом, принять своим сердцем. И наделяет нас ею Дух Святой, чтобы мы вообще могли принять эту мудрость. Аминь. Аллилуйя. Итак, наша власть проистекает от этого вознесенного престола. Наша власть от него. Мы ее не зарабатываем, не заслуживаем. Мы ее просто принимаем и верим. И чем больше мы в нее верим, тем больше мы поступаем соответственно. Адам потерял это владычество. Адаму было дано владычество над всей землей, когда Бог поместил его в саду. Но когда он совершил измену против Бога и согрешил, он не просто потерял общение с Богом. Он потерял свою власть. Он потерял свое владычество. Почему? Потому что, выйдя из подчинения Богу, разорвав общение с тем, от кого проистекает власть, вы лишаете себя власти. Адам потерял власть. Он передал ее тому, кто его обманул. Во втором Коринфянам 4.4 слово называет дьявола Богом этого мира. Это не было намерением Отца. Он сделал Адама главой или владыкой над землей. Но Адам отдал это врагу. Вот из-за чего все беды на земле. Вот из-за чего вся разруха. Это дела дьявола. Люди говорят, Бог контролирует землю. Ну, то, что происходит на земле, происходит потому, что дьявол назван Богом этого мира. С маленькой буквы Богом этого мира. Он получил это от Адама. Адам должен был применять свою власть, чтобы благословлять землю. Но когда он оступился и согрешил против Бога и передал эту власть дьяволу, дьявол воспользовался ею, чтобы вредить земле, чтобы приносить боль и разрушение на землю. Люди говорят, почему Бог приносит такие беды на землю? Бог этого не делает. Адам не защитил свою власть должным образом. Власть вам принадлежит. Защищайте ее. Используйте ее правильно. Используйте ее, чтобы благословлять. Бог дал нам власть, чтобы мы были благословением. Когда дьявол заполучил эту власть в свои руки, он использовал ее, чтобы проклинать, вредить, разрушать, воровать, грабить и убивать. Помните, Иисус сказал, «Дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь». Вот какое предназначение Бог дал Адаму – быть благословением при помощи этой власти. Но он отдал свою власть, и дьявол злоупотребляет ею, чтобы вредить. Дьявол хочет продолжать выполнять свой план – красть, убивать и губить. Он хочет и дальше выполнять этот план. Но когда пришел Иисус, Бог не просто вернул человека в общение с собой, но и вернул человеку власть. Аминь. Но нужно быть во Христе, чтобы войти в эту власть. Аминь. Когда мы, как тело, двигаемся вместе с головой, власть, принадлежащая голове, протекает по телу, и мы способны двигаться в единстве с головой. Аминь. Слава Господу! Людям хорошо бы понять, откуда вред, боль, разрушение, убийство, и все неправильное приходит. Бог не имеет с этим ничего общего. Все по причине того, что человек не ценил ту власть, которая ему принадлежала. Не защищал ее. Теперь же, когда Христос возвратил нас в общение с Отцом, мы также вернулись в позицию владычества, вернулись к власти. Защищайте эту власть. Применяйте эту власть. Для чего? Чтобы нести благословение. Вот для чего Божья власть. Чтобы благословлять, а не вредить и ранить. Аминь. Дьявол не хочет, чтобы христиане знали, что им возвращена полная и абсолютная власть над ним. Он не хочет, чтобы человечество это знало. Он старается скрыть эту истину. Он с ней сражается. Он держит людей в неведении, заставляет их ставить эту истину под сомнение. Он держит людей в ложных представлениях, чтобы они не заняли свое место и не стали применять благословение, вместо того, чтобы пасовать перед делами дьявола. Аминь. Нам лишь нужно понять, что Иисус не только восстановил наше общение с Богом, но восстановил все, что Бог предназначил для человека. Он восстановил наше владычество. Он вернул нас в позицию власти. И как только вы поймете это своим сердцем, как только ваш дух ухватится за это, как узнать, ухватился ли за это ваш дух? Вы начнете так жить. Вы начнете жить в соответствии с этим светом. Вы начнете жить в соответствии с этим осознанием. И как только вы начнете применять свою власть, дьяволу больше не удастся вами помыкать, у него больше не получится действовать в вашей жизни как прежде, нанося урон. У дьявола как будто безграничный доступ к жизни некоторых людей. Но как только вы поймете, что у вас есть власть, у вас есть право встать и властью Христа сказать, «Все, хватит, ты больше не будешь этого делать». И когда он попытается дать отпор, скажите «Нет, нет, нет». Когда вы применяете свою власть, вас поддерживают небеса, потому что вы применяете власть небес. Небеса поддерживают вас, когда вы говорите дьяволу «Нет». Сила Божья вас поддерживает. Когда вы берете то, что Бог назвал вашим, небеса вас поддерживают. Когда вы говорите дьяволу убрать свои руки от чего-то, что вам принадлежит, небеса вас поддерживают. Почему? Потому что у нас общая власть с небесами. Это не отдельная власть. Небеса не действуют с одной властью, давая человеку другую. Это одна и та же власть, то же владычество. Аминь. Аллилуйя. Если у нас есть власть над дьяволом, а она у нас есть, то почему же так много христиан живет в рабстве неправильных вещей? Почему они живут в мучениях, бедах и страданиях, в уме, теле, финансах? Потому что они не понимают. Они не понимают, что Иисус им дал. И, во-вторых, они не применяют то, что Иисус им дал. Невозможно применить то, что вы не понимаете. Невозможно использовать что-то, если вы не знаете, что оно вам принадлежит. В Иоанна 8, 32 Иисус сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Другими словами, то, что вы знаете, определит, как вы будете жить. Не зная, что вам принадлежит, вы не будете в этом жить. Люди говорят, «Ну, если у меня есть власть над дьяволом, тогда почему он касается меня? Почему он причиняет весь этот вред? Потому что в своей жизни вы должны быть полицейским, который встанет и скажет, «Нет, ты не вторгнешься в мой дом, ты не вторгнешься в мое тело, ты не вторгнешься в мой ум». Власть нужно применять. Власть нам принадлежит, но ее нужно сознательно применять. Власть не вступает в силу и не действует автоматически. Ее нужно применять. Нужно отстаивать свои права. В Осии 4, 6 сказано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Заметьте, дьявол не упоминается в этом стихе. Мы гибнем не из-за дьявола. Мы гибнем из-за того, что не знаем о победе, принадлежащей нам во Христе. И не имея знаний, мы их не применяем. Итак, верующие гибнут не из-за врага, а из-за неведения. Так что лучшая защита для вашей жизни – это узнать, что принадлежит вам во Христе. Ухватиться за это, размышлять об этом, говорить это себе, вбивать это в свой дух. Стать с этим единым целым. Слиться с этим в своем духе, чтобы использовать это абсолютно каждый день. И вы сможете изменить весь ход своей жизни, применяя свою власть во Христе. Она принадлежит вам. Защищайте ее, используйте ее, не относитесь к ней легкомысленно. Осознайте, какое богатство вам дано благодаря тому, что вы принадлежите Богу, и что власть – часть этого богатства. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш, и учитесь вместе с нами. Станьте учениками. И не просто сидите. Высвобождайте свою веру. Ожидайте чего-то. Позвольте этим истинам войти в ваш дух. Сделайте их частью своей повседневной жизни. Я рекомендую вам посмотреть предыдущий эпизод. Мы продолжаем серию эпизодов о нашей власти во Христе. И для вас будет благословением узнать, что было сказано прежде, чтобы вместе с нами продолжить изучение этой темы. Сегодня мы начнем с чтения восьмого псалма. Псалом 8, 5. «Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его предангелами». Но на иврите, оригинальном языке Ветхого Завета, написано, «Немного ты умолил его перед Элоим», то есть сделал его немногим ниже Бога. Не просто ангелов, а самого Бога. Итак, «немного ты умолил его пред Богом, славою и честью увенчал его». И я обожаю седьмой стих. «Поставил его владыкою». Поставил его владычествовать, иметь власть. Поймите, поскольку мы сонаследники Христу, все, что принадлежит Христу, принадлежит нам. И наше наследство включает не только здоровье и процветание, оно также включает власть. И нам нужно умело применять и использовать все наше наследство, а значит и нашу власть. Нам нужно знать свою власть и уметь ее применять, ее использовать. Еще раз седьмой стих. «Бог поставил человека владыкою над делами Божьих рук. Все положил под ноги его». И мы уже читали в Ефесянам, что силой Божьей Иисус был воскрешен из мертвых и посажен по правую руку Отца. Что это? Это позиция власти. И далее написано, что поскольку Бог возлюбил нас, Он и нас воскресил. Он оживотворил нас и воскресил нас со Христом. И мы говорили об этом в предыдущем эпизоде, что Иисус назван главой, а церковь, тело Христа, это Его тело. Знаете, у вашего тела точно те же права, что и у вашей головы. Это не две самостоятельные единицы. Они неразрывны. Ваше тело и голова – это одно целое, состоящее из многих частей, но одно целое. Точно так же мы одно со Христом. Его власть – это наша власть. То, что принадлежит Ему, принадлежит и нам. Люди этого не понимают, и дьявол хочет помешать им прозреть, потому что, поняв, что вам принадлежит та же власть, что и Христу, вы прекратите позволять дьяволу осуществлять Его план в вашей жизни каждый день. Иисус не позволял планам врага против Него преуспеть. Каждый день земного служения Иисуса Ему противостояли. Когда Он возлагал руки на больных, когда Он проповедовал истину, столько религиозных лидеров и людей из толпы противостояло Ему, а Он просто продолжал действовать. Он просто перешагивал через это противостояние и продолжал двигаться. Он никогда не позволял никакому противостоянию сдерживать или замедлять Его. Ваша власть поможет вам не остановиться и продвигаться вперед согласно Божьему плану. Да, было противостояние, но власть Иисуса не позволила этому противостоянию мешать Ему и останавливать Его. То, что мы одно со Христом и у нас есть власть, не значит, что противостояние оставит нас в покое. Это значит, что оно будет безуспешно против нас. Оно потерпит провал, пойдя против нас. Аминь. Если мы будем применять свою власть. Аминь. Наша власть не действует автоматически. Нам нужно отстаивать свои права. Мы не перед Богом отстаиваем свои права, а перед дьяволом. Когда дьявол противостоит нашему телу, мы говорим, убери свои руки от моего тела. Когда дьяволу противостоит нашим финансам, мы говорим, убери свои руки от моих финансов. Если он противостоит вашей семье, вашим детям, скажите, убери свои руки от моих детей. Убери свои руки от моего бизнеса, от всего, что со мной связано. Каждый день владычествуйте. Каждый день применяйте свою власть. Иначе дьявол воспользуется этим днем, чтобы попытаться проникнуть в вашу жизнь. Жизнь верующего – это жизнь ежедневного сопротивления. Наряду с радостью и верой сопротивление также является нашим образом жизни. Сопротивление не Богу, не Духу Святому, не авторитетам, которых Бог поставил в нашей жизни, но сопротивление проникновению врага. Если мы не будем применять свою власть каждый день, дьявол будет по чуть-чуть пробираться в нашу жизнь. Так что каждому симптому, который идет против вас, противостойте. Каждой неправильной тревожной мысли, противостойте. Каждой беспокойной мысли, противостойте. Как противостоять? Отвечайте. Как полицейский применяет свою власть? Он, во-первых, использует слова. А затем он может использовать физическую силу при необходимости. Но он не просто тихо стоит, говоря, посмотрите на мой жетон. Он не просто тихо стоит, надев жетон. Он что-то говорит, используя свою власть. Точно так же наша власть вступает в силу через слова. Говорите. И Иисус сказал это в Марка 11, 23. Кто скажет горе сей, поднимись. Видите ли, эта гора противостоит. Она стоит на пути. Она мешает. Она останавливает продвижение. И Иисус сказал, кто скажет горе сей, поднимись. О чем он говорит? Применяйте свою власть. Если вы примените свою власть, скажете горе, поднимись и ввергнись в море. И не усомнитесь. Видите ли, вам нужно верить, что у вас есть власть. Кто не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Этот стих заявляет, то, с чем вы будете говорить, будет вам повиноваться. Почему? Потому что, когда вы примените свою власть, вас поддержат небеса. Божья сила вас поддержит. Власть ничего не дает, если за ней не стоит сила. Сила Божья присутствует в вашей жизни, внутри вас, и вокруг вас, и для вас, чтобы поддержать ту власть, которую вы применяете. Вы не действуете в одиночку своими человеческими усилиями и способностями, пытаясь привести что-то в исполнение. Когда вы говорите что-то согласно той власти, которую Бог вам дал, Его сила выходит навстречу этой власти и поддерживает вас. Абсолютно каждый раз. Но вам нужно верить, что Его сила вас поддерживает. Послушайте, если бы мы на самом деле полностью как должны верили в то, что сила Божья нас поддерживает, насколько больше мы бы делали для Бога, согласно Его плану. Аминь. Иисус сказал в Иоанна 8, 32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вам нужно лично знать истину. Недостаточно, что ее знает ваш пастор. Вам нужно знать ее. Вам нужно знать ее в собственной жизни. Никто не может применять власть в вашей жизни, кроме вас. Ваш пастор не должен применять свою власть вместо того, чтобы вы применяли свою власть. Он помазан и уполномочен учить вас о вашей власти. Но вам нужно встать и отстоять свои права и привилегии. Посещение церкви замечательно, и нужно приходить в церковь, но это не заменит применение вами своей власти. Просто посещение церкви – это не применение власти. Каждый день нужно применять свою власть против того, что пытается помешать Божьему плану в вашей жизни. В Осии 4, 6 Бог сказал, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Когда люди не знают, что принадлежит им во Христе, они лишаются тех благ, которые им даны. И нам нужно не просто знать, что у нас есть власть, но и использовать эту власть. Как мы говорили в предыдущем эпизоде, часто люди мыслят неправильно. Они говорят, почему в мире творится зло? Потому что люди, у которых есть власть, не используют ее. У Адама была власть, и он ее передал. Согрешив, пойдя против плана Божьего, пойдя против Слова Божьего, он не только утерял общение с Богом, но и ушел со своей позиции власти. Когда общение было разорвано, власть была утеряна. И второе Коринфянам 4.4 называет дьявола Богом этого мира. Это значит, что к нему перешла власть, которая была у Адама. Но когда пришел Иисус, он пришел, чтобы вернуть человека к Богу, вернуть человека в общение и в единство с Отцом. Но для этого Иисус также восстановил его власть. Знаете, у вас есть власть, поэтому в Евреям 4.16 сказано, «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Нам дано это право. Каким образом? Мы сидим прямо рядом с Отцом. Мы воскрешены и посажены со Христом на небесах. Так говорит Слово. Наше место у престола. Наше место у престола. Аминь. Итак, христиане, которые неправильно мыслят, не понимают преподаваемой здесь истины, иногда обвиняют Бога. Почему Бог позволил этому произойти со мной? Почему Бог позволил этому произойти с моей семьей? Почему Бог позволил этому произойти с моими детьми? Нам нужно понять, Бог позволяет то, что мы позволяем. Почему? Потому что Бог разделил с нами власть. Помните, когда Иисус был на земле, ученики попросили Его «научи нас молиться». И Он произнес молитву. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Божья воля всегда исполняется на небе. Почему? Потому что это Его место обитания. Там находится Его престол. И в Своем собственном присутствии Он применяет власть небес. Если бы воля Божья исполнялась на земле, как на небе, зачем бы Иисусу было молиться, чтобы она исполнялась на земле, как на небе? Она не исполняется, пока никто не сотрудничает с Богом, который на небе. Итак, что нужно, чтобы воля Божья исполнялась на земле, как на небе? Нужно, чтобы люди, которые одно с Отцом, одно с Иисусом, и разделяют с Ним ту же власть, применяли на земле ту власть, которую Бог применяет на небе. Аминь. Поразительно! Мы участвуем в исполнении этой молитвы. Иисус сказал, «Отец, да будет воля Твоя на земле». Как? Через нас. Владычествуя, применяя свою власть, мы запрещаем то, что Бог запрещает. Разрешаем то, что Бог разрешает. Но если мы что-то не запрещаем, нет запрета, который небеса могли бы поддержать. Если мы что-то разрешаем, небеса вынуждены это разрешить. Так что вместо того, чтобы обвинять Бога, почему Он позволяет злу происходить, нужно обвинить собственное недостаточное использование Божьей власти. Но я не знал, что могу ее использовать. Ну, слово и говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Плохо находиться в неведении. Незнание приводит к поражению. Мы больше не можем обвинять Бога в том, что Он нас подвел. Поняв, что принадлежит вам во Христе, вы никогда не позволите с ваших уст сойти обвинением, что Бог не выполнил свою часть. Всегда дело в нас. Никогда не в Боге. Причина провала всегда с человеческой стороны. Потому что у нас есть та же власть, с которой Иисус действовал, когда Он был на земле, и которую Он сейчас применяет по правую руку от Отца. У нас та же власть, и эта власть совершит то же, что она делала для Иисуса. Но нам нужно применять эту власть. Аминь. И если мы приходим к Богу и говорим, почему ты допустил это в моем доме? Будь у нас уши, чтобы слышать. Бог бы сказал, почему ты допускаешь это в своем доме? Так ответили бы небеса, если бы вы прислушались. Потому что так говорит Слово. Аминь. Небеса нас поддерживают. Но нам нужно действовать, чтобы небесам было что поддержать. Матфея 18, 18. Иисус сказал чудесные слова о том, как проявляется наша власть. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, что вы свяжете, не что Бог свяжет, а что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе. И прочитаем, как это звучит в других переводах. Все, что вы запретите на земле, небеса запретят. Все, что вы позволите на земле, небеса позволят. Все, что вы запретите в своем доме, небеса запретят. Все, что вы позволите в своем доме, небесам придется позволить, будь то хорошее или плохое. Небеса нас поддерживают. Заметьте, тут не сказано, все, что будет связано на небе, вы свяжете на земле. Нет, действие начинается на земле. Действие начинается на земле. Вы связываете на земле, и затем небеса реагируют на то, что вы делаете на земле. Если вы не выдаете запрет на что-то, небесам нечего поддержать. Аминь. Небеса нас поддерживают. Здесь мы видим, как Иисус передает власть. И объясняет людям, не понимающим этого, как нужно жить. Вы связываете. Если вы не хотите чего-то в своей жизни, запрещайте это. Если вы хотите разрешить что-то в своей жизни, разрешайте. Высвобождайте это в своей жизни. Аминь. Высвобождайте доход, чтобы он пришел к вам. Видите ли, дьявол связывает доход, дьявол связывает умножение. Развяжите. Если что-то не приходит в вашу жизнь, это потому, что оно где-то связано. То, в чем вы нуждаетесь. Помните, как Иисус направлялся в Иерусалим, чтобы быть распятым? А пророками было предвещено, что он въедет в Иерусалим на осленке. Помните? И Иисус сказал своим ученикам, в соседнем селении есть осленок. Пойдите, отвяжите его и приведите ко мне. Он не сказал, ну, если у Бога есть для меня осленок, значит, он появится. Нет. Он дал указание ученикам пойти и развязать то, что понадобилось Господу. Они так и сделали. И Иисус въехал на нем. Заметьте, некоторые вещи нужно развязать, потому что они связаны где-то в другом месте. Развяжите их. Как? Своими словами. Осознайте, что вашу власть, власть, данную вам Богом, поддержит небеса. И, конечно, вы не можете просто связывать и высвобождать все подряд. Только то, что в плане и воле Божьей. Потому что Божья власть, она для плана Божьего. Для воли Божьей. Вы не можете просто сказать, я заявляю, что тот дом в конце улицы мой. Если этот дом кому-то принадлежит и кто-то живет в нем, вы не можете забрать то, что принадлежит другому человеку. Бог не дает вам права выселять других людей. Так? Но если Бог говорит, что это ваш дом, вы можете сказать, отец, я высвобождаю свою веру об этом. Я беру этот дом на основании того, что ты сказал. Нужно знать его волю и его слово, чтобы связывать и высвобождать. И еще, связывая и высвобождая, будьте в духе. Не просто будьте на арене ума. Будьте соединены со своим сердцем. Это должно проистекать из вашего сердца. Это не просто умственное действие. Это духовное действие. Так что посвятите время тому, чтобы войти в присутствие Божье. Поклоняться Богу. Соединиться со своим духом. Аминь. Аллилуйя. Иисус показывает нам в Матфея 18, 18, что все, что мы свяжем, будет связано. Небеса это свяжут. Во всем, что мы высвободим, небеса нас поддержат. Иисус показывает нам, что Он победил дьявола, повернулся и передал нам власть. И нам нужно сыграть свою роль. Религия думает, что Бог все сделает. Бог уже все сделал. Он дал вам власть. Он дал вам всю власть. Он дал вам все способности. Небеса все сделали. Теперь вы все делаете. Аллилуйя. Усвойте одну чрезвычайно важную истину. При каждом столкновении с дьяволом осознавайте, что он уже совершенно и полностью поражен и сокрушен. И у вас есть абсолютная власть над ним, как над пораженным врагом. Не обращайтесь с ним так, словно он с вами на равных. Или выше вас. Нет, вы во Христе. Вам, как человеку, не под силу тягаться с дьяволом. Но вы не подходите к дьяволу как человек. Вы подходите к нему со властью Христа. В единстве с Отцом, как тело едино с головой, вот как нужно подходить к дьяволу. Не человек подходит и разбирается с дьяволом, но человек во Христе. Новый человек. Новое творение во Христе. Человек, использующий власть нового творения. Осознающий, кто он во Христе, и использующий это, чтобы справиться с обстоятельствами. Колоссянам 2.15. Иисус, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Иисус полностью поразил начальства и власти и лишил их силы. Иисус поразил дьявола, затем повернулся и передал нам эту победу. Иисус победил дьявола не ради себя, он победил его ради нас, чтобы у нас была победа. Аминь. Мы не пытаемся заново поразить дьявола. Мы не пытаемся заново его победить. Он уже побежден. Поэтому каждый раз, когда приходят симптомы, недостаток, умственные мучения, подходите к ним с пониманием. Вы уже побеждены. Симптомы, вы уже побеждены. Недостаток, ты уже побежден. И я здесь, чтобы напомнить всему, что приходит, вы побежденные враги. И я применяю власть и победу, которая уже завоевана для меня. Вот, что поддержит небеса. Понимая, что дьявол побежден, вы обращаетесь с ним соответственно, мыслите и говорите о нем соответственно. Аминь. Мы не пытаемся заново победить дьявола. Мы применяем его поражение. И мы применяем свою победу. Победу, которую завоевали не мы, а Христос для нас. Мы применяем то, что Иисус совершил для нас. Давайте прочитаем замечательные слова в Римлянам 5, 17. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, о чем здесь речь? Об Адаме. Когда Адам совершил преступление, предал Бога, совершил измену, согрешил против Бога, смерть воцарилась. Что это значит? Смерть взяла верх. Смерть получила власть. Смерть начала действовать. Видите ли, ко всему, что смерть принесла на землю, Бог никак не причастен. Грех открыл эту дверь. Ибо если преступлением одного, Адама, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Итак, поражение Адама не было последней точкой. Иисус пришел. Он обратил вспять все, что сделал Адам. Поразил дьявола. И мне так нравятся эти слова. Приемлющие обилие благодати. Это о нас во Христе, так? И дар праведности. Видите, мы теперь праведны перед Богом, потому что это подарок. Мы ничего не заслужили. Мы получили дар праведности. И что теперь? Мы будем царствовать в жизни. Не сами, а посредством Его. Не через что-то, что мы заслужили, а через то, что Он завоевал для нас. Мне так нравятся эти слова. Царствовать в жизни. Царствовать в жизни. Мы должны царствовать над обстоятельствами. Обстоятельства приходят, но не за ними последнее слово. За нами последнее слово. Эти слова царствовать в жизни рисуют портрет царя. И даже если говорить земными категориями, Он правит. То есть, что бы ни произошло при дворе, что бы ни произошло в Его царстве, за Ним всегда последнее слово. За Ним окончательное слово. Его слова имеют вес. И когда Он говорит, Его слова вступают в силу, потому что Он царь. Он царствует. Он царствует. И мы подняты на эту позицию. На позицию царствования. Так что, когда приходят обстоятельства, не стойте и не молчите. Скажите что-то. Царь не позволяет противнику просто так заявляться в его владение и сеять хаос. Царь что-то говорит, провозглашает слова, которые определяют, чем все закончится. Вы определяете исход. Не вы решаете, придут ли обстоятельства или нет. Но вы можете решить исход этих обстоятельств. Как? Итак, царствуя в жизни, используя свою власть и владычество. Кто-то скажет, ну не похоже, что я царствую в жизни. Вы будете царствовать, если воспользуетесь своей властью. Именно использование власти дает нам царствовать в жизни. Аминь. Итак, обстоятельства приходят, но мы решаем, что будет. Мы определяем исход. Заметьте, нам дано право жить так, словно у нас нет врагов. Почему? Потому что Иисус сделал нас господами над дьяволом. Но нам нужно применять свою власть, использовать ее и жить властно, как Он нам предназначил. Аминь. Аллилуйя. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус целитель». Мы замечательно проводим время последней пару эпизодов, уча о нашей власти во Христе. И я рекомендую вам прослушать предыдущие эпизоды, потому что мы продолжим изучать эти истины и хотим, чтобы вы во всей полноте поняли то, что уже было сказано. А сегодня возьмите свою Библию и учитесь вместе с нами. Возьмите блокнот, ручку или карандаш и станьте учениками. Не просто сидите, слушая в полуха. Сосредоточьтесь, вовлекитесь и примите то, что Бог вам приготовил. Овладейте этими истинами. Позвольте им опуститься в ваш дух. Именно попав в ваш дух, они будут действовать для вас. Принимая и прокручивая их ментально, вы не увидите особого осуществления их в своей жизни, только ухватившись за них сердцем. А для этого нужно сосредоточить на них внимание, позволить им наполнить и пропитать все внутри вас. Так что мы призываем вас, высвобождайте сегодня свою веру и ожидайте перемен. Пусть свет истины придет и поселится внутри вас. Сегодня, как и в предыдущих эпизодах, мы снова начнем с чтения 8-го псалма, с 5-го стиха. «Что есть человек, что ты помнишь его, и Сын человеческий, что ты посещаешь его?» «Немного ты умолил его пред ангелами». Ветхий Завет был написан на иврите. И вместо слова «ангелы» здесь употреблено слово «элогим», что значит «бог». То есть, этот стих звучит следующим образом. «Ты сделал человека немногим ниже Бога, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою». Здесь глубоко раскрыты планы и цели Божьи для нас. Он сотворил нас, чтобы мы владычествовали. Он не сотворил нас, чтобы мы были жертвами. Жертвами этого мира, жертвами греха. Он сотворил нас, чтобы мы господствовали над грехом, господствовали над делами дьявола. Бог поставил нас владыками над обстоятельствами, атакующими нашу жизнь. Мы своей властью и владычеством решаем, каков будет исход этих обстоятельств. Итак, седьмой стих. Бог поставил человека владыкою над делами рук Божьих. Все положил под ноги его. В первой главе Ефесянам мы читаем, что сила Божья воскресила Христа из мертвых и посадила его превыше всякого начальства, власти, силы и господства. Все это пыталось противостать его воскрешению из мертвых, но потерпело неудачу. Все это было полностью поражено и сокрушено. Но сила врага была уничтожена Иисусом, и та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, не только подняла его из могилы, но и посадила его на кресло по правую руку от Отца. Посадила его на кресло власти, прямо рядом с Отцом. И что чудесно, в Ефесянам сказано, что это произошло не только с Иисусом. Там в продолжении написано, что по великой Божьей любви к нам, Он и нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы говорили в предыдущем эпизоде о том, что тело – это единое целое, состоящее из многих частей. И то, что принадлежит голове, принадлежит и телу. То, что принадлежит телу, принадлежит и голове. Они неразрывны. Иисус – голова, у Него есть власть, и Он разделил эту власть с телом. Так что мы не заработали эту власть своими делами, мы ее не заслужили. Та власть, что у нас есть на земле, наша власть над дьяволом – это власть, которую Иисус завоевал и разделил с телом. Он дал телу ту власть, которая принадлежит Ему самому как главе. Предположим, вы у себя дома, хотите из одной комнаты пойти в другую. Ум, который в голове, принимает это решение. Я встану и пойду в другую комнату. Но тело осуществляет это действие. Голова не выполняет это действие самостоятельно. Она делает это посредством тела. И Иисус осуществляет свою власть через тело. Иисус не осуществляет свою власть отдельно от нас. Он осуществляет свою власть на земле посредством тела. И важно осознавать, что у нас есть роль в применении Божьей власти. Аминь. Нам нужно понять, что власть – часть нашего наследия. Спасибо Богу за Его благословение, которые нам принадлежат благодаря тому, что мы во Христе. Исцеление, процветание, победа, мир, радость – все это нам принадлежит. Но давайте не будем забывать и о владычестве. Владычество, власть тоже нам принадлежит. Это часть наследия тех, кто един со Христом. В пробуждении последних дней будет такая мера чудес, исцелений, освобождений, демонстрации силы, которую прежде не видело ни одно поколение. И это произойдет в том числе благодаря более полному осознанию и применению нашей власти. Да, чудеса приходят, потому что мы верим Богу, но благодаря тому, что мы ходим в своей власти. Живем в своем владычестве и используем его. Так что пробуждение последних дней требует большего понимания власти, принадлежащей нам во Христе, и применения этой власти. Ведь так часто люди обвиняют Бога. «Почему ты позволяешь этому происходить в моей жизни? Почему ты позволяешь тому происходить?» «Голова позволяет то, что позволяет тело». Аминь. Вопрос не в том, почему Бог что-то позволяет, а почему тело это позволяет. Почему мы разрешаем чему-то происходить? «Ведь нам дана власть на земле, чтобы помочь осуществить план Божий и волю Божью на земле». Помните, в Матфея 18,18 Иисус сказал, «Все, что вы свяжете на земле...» Заметьте, Он не сказал «все, что Бог свяжет на земле». «Все, что вы свяжете на земле, будет связано на небе». Что это значит? Небеса вас поддержат. Сила Божья начнет действовать, поддерживая вас в том, что вы связываете своими словами. Затем Иисус продолжил, «И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Снова мы видим, что что-то должно произойти на земле, и тогда небеса выйдут навстречу тому, что начато на земле. Аминь. Нам нужно что-то делать, не так ли? Нам нужно что-то делать. Нам нужно править и царствовать в этой жизни. Мы говорили об этом в предыдущем эпизоде. Благодаря тому, что Иисус сделал для нас, Он дал нам царствовать в жизни. Что такое царствовать в жизни? Это не значит господствовать над другими людьми. Это значит править и господствовать над обстоятельствами, восстающими против вас. Всему, что идет против вас, у вас есть право сказать. Я запрещаю это в моей жизни. Я запрещаю это у себя дома. Я запрещаю это в моей семье. Я запрещаю это в моих финансах. Я запрещаю это в моем теле. Я запрещаю это в моем уме. У вас есть право запрещать. И у вас также есть право высвобождать, разрешать то, что вы хотите, чтобы произошло. Аминь. Иисус сказал, «Будет ему, что не скажет». Так что используйте свою власть. И так важно понимать, что власть дана не только для кризисных времен. Власть дана на каждый день. Власть нужно использовать каждый день. Знаете, мы с мужем воспитали двух сыновей. И мы использовали свою родительскую власть не только, когда у наших сыновей был какой-то кризис. Мы использовали свою власть каждый день. Власть была нормой в нашей семье. Она была частью воспитания, частью обучения детей. И так, власть существует не только для кризисных времен, чтобы привести что-то в порядок. Власть поддерживает порядок. Она не дает порядку нарушиться. Аминь. Бог хочет, чтобы мы взяли ту власть, что Он нам дал, и царствовали в жизни посредством ее. Помните, что слово говорит в 6 главе римлянам. Грех не должен над вами господствовать. Что это значит? Если у греха нет господства, то и у дьявола нет господства. Грех проистекает от дьявола. У греха нет господства, потому что у дьявола нет господства над нами. Аминь. Мы сменили Господ при рождении свыше. Мы избавлены из царства тьмы и введены в царство Его возлюбленного Сына. В этом царстве есть власть. В этом царстве есть владычество. И нам нужно воплощать царство Отца. Мы применяем не просто человеческую власть, а божественную власть, данную нам, потому что мы одно с Отцом. Аминь. Аллилуйя. И нам дано право жить так, словно у нас нет врага. Почему? Потому что Иисус сделал нас господами над дьяволом. Дьявол не хочет, чтобы вы знали, что у него нет над вами господства. Оглянувшись вокруг, можно увидеть столько людей, на которых влияет господство врага над ними. Он строит им козни, у него есть доступ к их жизни, но не к нашей. Если же мы невежественны и не применяем свою власть, то в невежестве мы можем открыть дверь для дьявола. Аминь. Но мы вовсе не обязаны это делать. Не обязаны. Невежество держит человека в состоянии жертвы. Нам нужно знать, что Иисус нам обеспечил, чтобы жить в победе, применяя свою власть и владычество. Всем духом и сердцем ухватитесь за истину, о которой мы учим в этих эпизодах, что дьявол уже побежденный враг. Подходите так к каждому противостоянию. Оно уже побеждено. Этот симптом Иисус уже победил. Этот недостаток Иисус уже победил. И я применяю эту победу. Как насчет плохих привычек? Как насчет зависимости? Как насчет извращений? Я хочу, чтобы вы знали, если вы принадлежите Христу, Иисус все это уже победил. И если вы принадлежите Христу, у вас есть право жить в свободе от всего этого. Вы скажете, если Он меня освободил, почему же я это чувствую? Ваше дело – осуществлять эту свободу, применять это владычество, применять эту власть. Аминь. Я вот чему научилась. Когда человек понимает свою власть во Христе и использует ее, дьявол больше не может им помыкать, а враг помыкает столькими людьми, хотя так не должно быть. В вашей жизни будет все, с чем вы миритесь. Мы со слишком многим миримся. Мы многое принимаем, со многим свыкаемся, с недостатком, болью, симптомами, неразберихой, ссорами. Мы миримся. Но стоит и решить, стоит получить откровение, что все это больше не владычествует над нами, и вы скажете, «Погодите-ка, я запрещаю все это». Помните, что Иисус сказал нам в Матфея 18, 18. «Все, что вы свяжете, будет связано на небе. Все, что вы высвободите, все, что вы позволите на земле, будет высвобождено на небе». Связать – значит запретить. Людям нужно запрещать определенные вещи в своей жизни. Запрещать определенные вещи в своем браке, в своих финансах, в своем бизнесе, в своем теле. Запрещайте. И когда вы запретите, небеса вас поддержат. Сила вас поддержит и приведет этот запрет в исполнение. Также вы освобождаете. Всему, в чем вы нуждаетесь, говорите «прийти». Прекратите жить, сводя концы с концами. Скажите полному обеспечению «прийти к вам». Это часть вашей власти во Христе. Каждый день применяйте свою власть во Христе. И родители, у вас есть власть поддерживать порядок в доме. У вас есть родительская власть, родительские полномочия. Когда родители не применяют свою власть, поверьте, она не остается невостребованной. Дети берут ее в свои руки. Ребенок может стать начальником в доме, если родитель сложит свои полномочия. Точно так же с дьяволом. Если вы не используете свою власть, дьявол начинает действовать. Он начинает двигаться в вашей жизни, действовать против вас. Аминь. Когда родители не выполняют свою роль и не применяют свою власть, дети контролируют дом. Они диктуют все, что происходит. Диктуют атмосферу в доме. Диктуют реакции в семье. Аминь. В вашем доме будет происходить все, с чем вы миритесь. Если у вас дома происходит что-то неправильное, перестаньте с этим мириться. Аминь. Я так дорожу тем, как мои родители воспитывали своих четверых детей, из которых я была младшей. Моя мама знала, кто главный. Она знала, кому принадлежит власть. Точно ни одному из четырех детей. Она ни разу не передала нам свою власть. Мы никогда не занимали кресло власти в нашем доме. Мама с этого кресла не вставала. Она его не покидала. Папа постоянно работал. Он был фермером. Он отсутствовал по 18-20 часов в сутки. Поэтому в основном дома с детьми была мама. И у мамы замечательно получалось занимать свое кресло власти в доме. Она неплохо справилась, потому что трое из нас стали пасторами. Трое из четырех детей. Почему? Потому что она не впускала неправильные вещи в дом. Она не подпускала неправильные вещи к нам. Аминь. Она применяла свою власть. Мы даже не знали, что такое перечить маме. А сегодня, куда ни пойдешь, удивляешься, что родители не умеют применять свою власть в семье. И это очевидно в их семье. Но даже если родитель сложил свои полномочия и лет 10-15 не использовал свою родительскую власть, знаете ли вы, что она все равно ему принадлежит? Использует он ее или нет? Она все равно принадлежит его позиции. Она принадлежит позиции родителя. Мы воскрешены и посажены. У нас есть позиция на небе, во Христе. И власть принадлежит этой позиции. И даже если мы не использовали свою власть годами, она все равно принадлежит этой позиции. И мы можем взять эту власть и использовать ее. А не говорить, что она нам не принадлежит просто потому, что мы ее прежде не использовали. Она все равно наша. И если родитель отдал свои полномочия детям, он все еще может взять эту власть назад. Почему? Потому что она все еще принадлежит его позиции. Использовал он свою власть или нет? Аминь. Если родитель осознает, моя семья движется в направлении, которое меня не устраивает, у него есть право восстановить порядок. Как? Применить свою власть в семье. Аминь. И, решив применить свою власть дома, после того, как она была в руках детей, вы можете наткнуться на сопротивление. Они могут брыкаться против этого. Почему? Они вас предупреждают. Уберите свои руки от власти. Они хотят, чтобы вы оставили ее им. Они пытаются заставить вас подумать, что ваша власть не работает. Но ваша власть все еще работает. Дьявол ведет себя точно так же. Он не хочет, чтобы церковь знала свою власть. И когда вы поднимаетесь и начинаете использовать свою власть, он обостряет противостояние против вас в попытке помешать вам начать использовать эту власть. Он хочет оттолкнуть вас назад. Он привык быть у власти. Он привык руководить жизнями людей. Он привык красть, убивать и губить. И его не устраивает, когда кто-то приходит на ту территорию, которую он привык занимать. Но эта территория не его, если вы принадлежите Христу. Это территория ваша. Вы прогоните его. Прогоните его. И как бы он вам не противостоял, пытаясь одурачить, провести, обмануть вас, что власть не работает для вас, ваша власть работает. Когда моему старшему сыну было лет восемь или десять, однажды утром я открыла входную дверь, и там был бродячий пёс, которого я никогда раньше не видела. Он просто сидел на крыльце. И этот пёс стал лучшим другом моего сына. Пёс знал, если я хочу попасть в дом, мне нужно найти Стивена. Потому что я обычно не запускала его в дом. Это и не была домашняя собака. Знаете, некоторые собаки превосходно чувствуют себя дома. Но это был охотник. Он был крупным и линял. И я не особо хотела запускать его в дом. Я была не против погладить его на улице, но не дома. Но если он хотел попасть в дом, он знал, чтобы попасть вовнутрь, нужно найти Стивена. И как только открывалась дверь, он не бежал в гостиную, он бежал в комнату Стивена. Он знал, куда бежать, чтобы получить доступ. И дьявол знает, кто даст ему доступ. Дьявол знает, кто позволит ему остаться. Вам нужно иметь репутацию в царстве дьявола. Этот человек с нами не сотрудничает. Этот человек не даёт нам доступ. Аминь. Дьявол знает, кто поддаётся ему, а кто нет. Дьявол знает, кто противостоит ему, а кто нет. Вы скажете, пастор Нэнси, я не противостоял ему. Это можно изменить сегодня, прямо сейчас, прямо сейчас, сто процентов. Аминь. Дьявол хочет заставить вас думать, что ваша власть не работает для вас, но она работает. Он хочет оставить вас в неведении. Именно так он продолжает действовать, держа вас в неведении. Аминь. Помню свидетельство человека, преподававшего в одной школе исцеления. Там каждый день проходили уроки божественного исцеления, на них разбирали места описания об исцелении, которое нам дано. Но посещение было открыто для всех желающих. И один из служителей, преподававших в этой школе, сделал интересное наблюдение, которым он со мной поделился. Он сказал, в этой школе исцеления люди получали откровения о том, что принадлежит им во Христе. И каждый раз, когда мы затрагивали тему власти во Христе и учили, что нужно противостоять симптомам, противостоять дьяволу, тут же происходило обострение болезней в течение следующей недели. Почему? Потому что дьявол сопротивлялся этому откровению, сопротивлялся этому знанию, и он нападал, обострял атаки на физическое тело. Он пытался заставить людей думать, это не работает для вас. Дьявол противостоит этому откровению. Вы спросите, а есть ли такой пример в Писании? Как насчет Сидраха, Мессаха и Авдинага? Трех евреев, которые служили и поклонялись Богу. Царь издал указ, что каждый в его царстве должен склониться перед золотым истуканом, изображающим его самого. И Сидрах, Мессаха и Авдинага отказались это сделать. Они сказали ему, мы не поклонимся. Что они сделали? Они использовали свою власть. Мы не станем этого делать. Они сказали это царю. И он повелел, разожгите печь в семь раз сильнее. Что он сделал? Усилил противостояние. Усилил противостояние. Почему? Чтобы заставить их подумать, что то, что они сказали, не сработает для них. Но что сделали Сидрах, Мессаха и Авдинага? Просто продолжили делать то же, что они уже делали. Они не изменились. Как они применяли свою власть, так они и продолжили стоять в своей власти. Они сказали, мы все равно не склонимся. И что произошло? Небеса их поддержали. Сила пришла. Иисус проявился в огне. Аминь. Вот что интересно. Царь сказал, разожгите печь в семь раз сильнее. Их позиция власти заставила царя сомневаться в силе огня. Огонь есть огонь. И, несомненно, эту печь уже прежде использовали для наказания других непокорных. Но когда они сказали, мы все равно не поклонимся, царь подумал, «Ха, уж лучше разжечь печь в семь раз сильнее». Если печь работает, какая разница, насколько она горяча? Раз работает, значит, работает. Если дьявол что-то обостряет, значит, он боится того, что вы только что сказали. Он показывает, что он сомневается в том, что его план против вашей жизни сработает. А что вам делать? Не переживайте. Не важно, что симптомы обостряются. Не важно, что обстоятельства ухудшаются. Просто стойте на своем. Аминь. Просто стойте на своем. Потому что, если вы не уклонитесь от своей власти, Бог каждый раз вас поддержит. Аминь. Слава Господу. В первом послании Петра 5, 8 сказано, «Трезвитесь, бодрствуйте». То есть, держитесь, будьте бдительны, будьте внимательны, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою. То есть, просто не отступайте, просто продолжайте сопротивляться, просто оставайтесь там, где вы есть. Если вы смотрели какие-нибудь передачи о львах, лев – царь джунглей. Он на вершине пищевой цепочки. И когда он слышит какие-то угрожающие звуки со стороны животных, которые ниже его, он не вскакивает и не убегает в панике. Он просто остается на месте и лишь поворачивает голову в этом направлении. И мудрое животное скажет, «Пойду-ка я в другое место». В нас лев из колена Иудина. Мы не паникуем, не вскакиваем и не убегаем. Когда что-то пытается выйти из строя, мы смотрим на это и говорим, «Ты серьезно? Ты точно хочешь бросить мне вызов?» Власть принадлежит нам. Давайте ее использовать. Аллилуйя! Слава Господу! Мы так рады, что вы с нами сегодня на программе «Иисус-целитель». Мы замечательно проводим время уже несколько эпизодов, уча о нашей власти во Христе. Рекомендую вам посмотреть три предыдущих эпизода, потому что так вы получите более четкое и широкое представление и понимание того, что принадлежит вам во Христе. Нам так важно усвоить эту истину. Слово говорит, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Дьявол рассчитывает на наше неведение. Ведь только так он может осуществлять свой план через наше неведение. Но когда мы получаем откровение о том, что принадлежит нам во Христе, дьявол больше не может совершать то, что прежде совершал в нашей жизни. Давайте, как и каждый эпизод в этой серии, начнем с чтения восьмого псалма. Псалом 8, 5. «Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами». Ветхий Завет в оригинале был написан на иврите. И в иврите здесь использовано не слово «ангелы», а слово «элогим», то есть «бог». И стих звучит следующим образом. «Немного ты умолил его пред Богом, славою и честью увенчал его. Поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его». Я это обожаю. Бог сотворил нас, чтобы владычествовать. Владычество не должно быть для нас чем-то чуждым. Хождение во власти не должно быть чуждым для нас. Это то, для чего мы были созданы. Применять власть и владычество. Не земную человеческую власть и владычество, а божественную власть. Что это за божественная власть? Власть, которая принадлежит нам во Христе. В предыдущих эпизодах мы читали в Ефесянам, что силой Божьей Иисус был воскрешен из мертвых и посажен превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства. Все это противостояло его воскрешению, но было поражено, и он поднялся превыше всего этого и был посажен по правую руку Отца. И далее, во второй главе Ефесянам сказано, что по великой Божьей любви к нам Он и нас воскресил. Он оживотворил и воскресил нас со Христом. Иисус – глава, мы – тело. И будучи Его телом, мы разделяем с головой ту же власть, что у головы. У нас не другая власть, чем у Иисуса. Это та же самая власть. Почему? Потому что голова и тело – одно. Это не другая власть. Это та же власть. И нам нужно понять, что мы разделяем с Ним власть. Многие христиане не понимают этого, и поэтому дьявол ими помыкает. Дьявол действует в их жизни, тогда как они могли бы встать и запретить Ему. Если они Ему запретят, сила Божья их поддержит. Почему? Потому что у них есть на это право. У них есть власть. Многие ждут, чтобы Бог сделал что-то с их проблемами. А Бог ждет, чтобы люди встали в той власти, что принадлежит им во Христе, и запретили определенным вещам происходить. Аминь. Иисус в Матфея 18, 18 сказал, что «вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Можно сказать так. Все, что вы запретите, все, что вы свяжете, все, о чем вы скажете, я больше этого не потерплю. Заметьте, небеса придут в движение. Небеса вас поддержат. Но движение начинается на земле, а не на небе. Земля является инициатором. Земля является инициатором. Это значит, что Бог дает нам право инициировать что-то. И то, что соответствует Его слову, Его плану, небеса поддержат. Далее Иисус сказал, «И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Или можно сказать так. Все, что вы позволите, все, что вы пригласите, все, что вы допустите, то допустят и небеса. Люди говорят, «Не понимаю, почему Бог допускает это в моей жизни?» Потому что вы это допускаете. Бог допускает то, что мы допускаем. Если бы мы спросили Бога, «Боже, почему ты допускаешь это в моей жизни?» И были чувствительны, чтобы услышать ответ, Он бы сказал, «Зачем ты допускаешь это?» Потому что у вас та же власть, общая с Ним власть. Власть принадлежит Иисусу, но Он разделил ее с телом, потому что мы одно с Ним. Тело на земле. Я говорю, «Тело на земле». Тело Христа, церковь, находится на земле. И голова осуществляет свои желания через тело. Если вы решаете, «Встану и пойду в другую комнату», ваша голова принимает это решение, но ей нужно ваше тело, чтобы сделать это. Точно так же с Иисусом. У Него есть план, есть цель, что необходимо исполнить на земле, но Ему нужно сотрудничающее с Ним тело, чтобы это осуществить, потому нам и нужна власть, чтобы выполнять то, что желает голова. Аминь. И у нас есть власть. Если в вашей жизни что-то не в порядке, если в вашей жизни что-то идет не так, пойдите, освежите в памяти истины о власти и владычестве. Если что-то не в порядке, это потому, что вы позволили этому произойти, и вам нужно освежить эти истины, потому что так легко поплыть по течению, будь что будет. Иисус никогда так не действовал. Он всегда применял свою власть, свое владычество. Каждый день Его земного служения Он сталкивался с противостоянием. Абсолютно каждый день. Как только Иисус был помазан при крещении в реке Иордан и пошел служить людям, Его повсюду окружало противостояние, и Он применял свою власть. И когда дьявол заявлялся, например, через кого-то одержимого, Иисус никогда не уходил, не разобравшись с дьяволом. Иисус никогда не оставлял за дьяволом последнее слово. За Иисусом было последнее слово, потому что последнее слово решающее. Когда к Иисусу приводили кого-то, кто был связан и хотел освободиться, Иисус каждый раз разбирался с этим. Почему? Он ходил в Своей власти. У вас есть та же власть, и эта власть благословит землю. Она благословит вашу жизнь, она благословит ваш дом, она благословит ваш бизнес, она благословит землю. Иисус сказал, что дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Не правда ли, это часть благословения. Власть дана нам не для того, чтобы мы господствовали над людьми и добивались от них Своего. Она дана для того, чтобы мы несли благословение и давали отпор тому, что враг хочет сделать на земле. Мы даем отпор планам врага, даем отпор тьме. Вы скажете, почему нам нужно это делать? Потому что изначально власть на земле принадлежала Адаму, и он передал ее дьяволу. Когда Адам согрешил против Бога в Эдемском саду, он не только потерял свое общение с Богом, но с разрывом общения был разорван и поток власти. И когда Иисус восстановил общение, поток власти был тоже восстановлен. Власть проистекает от того, с кем мы соединены. Наша власть работает благодаря тому, с кем мы соединены. И когда Адам потерял эту связь, он потерял свою власть. Итак, дьявол взял эту власть и использовал ее, чтобы разрушать, чтобы причинять вред. Иисус сказал, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Вот для чего он использует власть. Люди говорят, почему Бог допускает то, что происходит на земле? Потому что Адам это допустил. Вы понимаете? Потому что Адам это допустил. Адам передал свою власть. Второе Коринфянам 4.4 называет дьявола Богом этого мира. Откуда он это получил? Не от Бога, от Адама. Но он не Бог для нас. Потому что Иисус отнял силы у начальства и властей. Властно подверг их позору. Он поразил дьявола и дал нам эту победу. В чем эта победа? Нам возвращена власть, владычество. И у нас есть привилегия применять эту власть в своей жизни на земле и быть благословением для других людей. Аминь. Так что у вас есть право не мириться с тем, с чем вы прежде мирились. Проверьте свою жизнь. Посмотрите на нее и скажите, «Такую ли жизнь я хочу?» Если что-то в вашей жизни у вас дома не так, как вы бы хотели, у вас есть право это изменить. Аминь. Говорите, применяйте свое владычество и власть, чтобы принести благословение в свой дом. Давайте откроем 4 главу Иакова. Людям так важно понять этот стих. Иакова 4, 7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Заметьте, здесь два указания. Во-первых, покоритесь Богу. Во-вторых, противостаньте дьяволу. Невозможно добраться до второго, не исполнив первое. Часто люди хотят противостать дьяволу, не покоряясь Богу. Они не повинуются Богу, не сдаются Богу, не реагируют на Него. Однако они хотят противостать дьяволу, и чтобы он ушел. Ну, здесь есть божественный порядок. Власть работает, когда у вас есть связь с тем, от кого проистекает ваша власть. Покориться Богу – это покориться Его Слову. Покориться Богу – это покориться тому, что Он говорит вам Духом Божьим. Аминь. Покориться Богу – значит повиноваться тому, что Он говорит вам сделать. Знаете, Слово Божье – это Его Слово ко всем Его детям. Но Бог говорит вам конкретно Своим Духом. Он говорит конкретно о том, что Он хочет, чтобы вы сделали в жизни. В каком направлении Он хочет, чтобы вы пошли. Покориться Богу – это повиноваться тому, что говорит Его Слово, а также повиноваться тому, что Он говорит Духом. И вот, что важно понять. Бог всегда говорит с нами о чем-то. Всегда. Почему? Потому что Он работает над тем, чтобы ввести нас в меру полного возраста Христова, в зрелость. Он постоянно работает над тем, чтобы ввести нас в духовную зрелость. Так что Он постоянно разбирается с чем-то в нашей жизни. Не потому, что Он придирается к нам, а потому, что Он ведет нас дальше. Дальше в то, кем мы являемся во Христе. К большей зрелости во Христе. Так что Он постоянно говорит к нам. И если мы хотим, чтобы наша власть работала, нам нужно признать то, о чем Он с нами говорит. И нам нужно повиноваться Его указаниям, сотрудничать с Ним. Возможно, кому-то Бог говорит, «Тебе нужно быть верным в своей поместной церкви», потому что Слово говорит «не оставлять собрания своего». Часто люди пытаются противостать дьяволу, при этом не повинуясь тому, что им говорит Бог, что им нужен пастор, что им нужно быть в церкви. Вам нужно повиноваться Богу в том, что Он говорит вам, в том, на что Слово указывает вам, а вы не делаете. И тогда ваша власть будет течь беспрепятственно. О чем Бог говорит с вами? Может, Он говорит, что вам нужно быть верными в Своих десятинах и приношениях? Ну, я жертвую, когда могу. Но Слово так не говорит. Слово говорит, что начатки, первые десять процентов всего прибытка, принадлежат Богу, они уже Его. Аминь. Они уже Его. И когда мы повинуемся Ему в этом, наша власть работает. Я лишь использую это в качестве примеров того, чему людям, возможно, нужно уделить внимание. А кто-то, возможно, не живет в любви в семье. Супруги неправильно относятся друг к другу в браке, а при этом хотят противостоять дьяволу в своих финансах. Нужно подчиниться Богу в том, что Он говорит вам исправить. И я знаю, если Бог нас в чем-то исправляет, то мы способны в этом измениться. Он своим духом и силой дает нам способность измениться. Мы не просто добиваемся этого обычными человеческими усилиями. Говоря с нами о чем-то, Бог показывает, с чем Он дает нам силу справиться. Итак, нам нужно покориться Богу, а потом противостать дьяволу. И он убежит. Наша власть будет действенной. Но мы не можем эффективно противостоять дьяволу, находясь на территории непослушания. Нам нужно быть в позиции послушания, то есть покориться Богу. Аминь. Если дьявол не убегает, когда вы ему противостоите, и ситуация не меняется, проверьте в первую очередь, подчиняетесь ли вы Богу в том, о чем Он с вами говорит. Не просто продолжайте противостоять и противостоять и противостоять, не получая никаких результатов. Значит, чего-то недостает. Спросите отца, в чем мне нужно покориться Тебе? Что я упускаю? В чем Ты хочешь меня исправить? Что Ты полагаешь мне на сердце? Ну, Бог ничего мне не говорил. Это не обязательно должен быть слышимый голос. Просто внутри такое впечатление, такое ощущение. Это неправильно. Мне нужно с этим разобраться. Это неправильно. Мне нужно это изменить. Вот что такое Божье исправление. Это не всегда слышимые слова. Это ощущение и знание, что с чем-то нужно разобраться. И важно жить в позиции послушания, потому что нам нужно, чтобы наша власть действовала каждый день. Нет таких дней, когда нам не нужно, чтобы наша власть работала. Родители, позвольте спросить, бывали ли у вас с детьми такие дни, когда вам не нужна была родительская власть? Вам нужно, чтобы ваша власть работала, так? Точно так же и в жизни Дитя Божьего. Поскольку мы имеем дело с врагом, который ненавидит Бога и ненавидит нас, нам нужно, чтобы наша власть была в исправном состоянии. Как? Нам нужно быть послушными Богу. Аминь. В том, о чем Он нам говорит. И какое наслаждение сотрудничать с Богом. Это радость. Аминь. Знаете, небеса – это идеальное общество. Но даже на небе, в идеальном обществе, что-то пошло не так. Однажды дьявол восстал и сказал, «Вознесу престол мой выше престола Божьего». И любовь поднялась. Бог, который есть любовь, поднялся и сказал, «Не бывать этому». И применил власть. И вышвырнул его. И Иисус сказал, «Я был там». «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Почему? Потому что, хотя у Бога была власть, она не действовала, пока Он ее не применил. Хотя у вас есть власть, она не будет действовать, пока вы ее не примените. Даже небесам нужно применять власть. И вам нужно применять власть, а не сидеть и ждать, пока кто-то применит ее за вас. Аминь. Аллилуйя. Люди спрашивают, «Если дьявол побежден, почему мне приходится с ним сталкиваться? Потому что вам нужно применять свою власть». И я скажу так, «Богу пришлось поддержать порядок». Есть порядок на небесах, и Он его поддерживает. Как Он его поддерживает? Своей властью. Власть позволяет Ему сохранять порядок, применение, использование власти. Аминь. Аллилуйя. И так же с нами. Иисус сказал, «Се даю вам власть». Наступайте на змей и скорпионов, и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Когда вы будете применять свою власть? Если вы не будете применять свою власть, все это может повредить вам. Но когда вы применяете свою власть, вы наступаете на все это, и идете дальше, не позволяя этому остановить вас или помешать вашему продвижению. Все это не может повредить вам, когда вы ходите в своей власти и применяете ее. Но если вы решите сдаться и не разбираться с этим, это вторгнется в вашу жизнь, обоснуется там и сможет вам повредить. Аминь. Итак, дьявол поражен, потому что Иисус лишил дьявола власти над нами, победил его, свел его на нет, как сказано в одном переводе. И люди спрашивают, почему же мне приходится с ним сталкиваться? Он побежден, но он еще не заключен в тюрьму. Однажды он будет заключен в тюрьму, и он потеряет всякую связь с человечеством. Но до тех пор он действует как вор среди людей. И Иисус назвал его вором. Он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И поскольку он еще не в тюрьме, нам нужно разбираться с ним посредством нашей власти. Аминь. И это привилегия. Вы полицейские в собственной жизни. Вы занимаетесь правоприменением в своей жизни. Полицейский не устанавливает законы. Он лишь исполняет законы, которые уже написаны. Это все, что он делает. Мы не устанавливаем законы. Бог установил законы. Мы исполняем законы, записанные в его книге. Наше дело – правоприменение. Законы могут быть написаны, но люди не соблюдают законы просто потому, что они написаны. Обществу нужен кто-то, кто будет следить за тем, чтобы люди соблюдали законы, которые написаны. Так? Чтобы люди не ехали на красный свет, не вламывались в чужие дома и не воровали, не угоняли машины с парковок. Задача полицейского – проследить за тем, чтобы законы исполнялись. Вот для чего у вас есть власть. Чтобы проследить за тем, чтобы законы, написанные в книгах небес, исполнялись. Аминь. И если вы не будете следить за их выполнением, беззаконие будет буйствовать в вашей жизни. И вы не можете винить в этом Бога, если вы не выполняете свою правоохранительную функцию. Полицейскому дана власть, чтобы проводить в жизнь законы. То же самое Иисус сделал для вас. Он всем нам дал ту же власть, что у Него. Чтобы мы проводили в свою собственную жизнь те же законы, которые Бог применяет на небесах. Аминь. Полицейскому выдают оружие и все необходимое, чтобы разобраться с теми, кто оказывает Ему сопротивление. У Него может быть дубинка, пистолет, электрошокер или баллончик. У Него множество разных инструментов, чтобы стоять на страже законов. Эти инструменты даны Ему высшей властью, так? Властями города или штата, наделившими Его полномочиями. Бог вас тоже снаряжает, дает вам власть. И высшая власть вас поддерживает, потому что власть не проистекает от вас. Она происходит с небес. Аминь. Полицейский, наделенный всеми полномочиями для выполнения своей работы, в какое-то утро, проснувшись, может очень плохо себя чувствовать физически, иметь кучу симптомов, боль в своем теле. Но если он выйдет из дома в униформе со значком, который показывает, что он полицейский, признанный этим городом или штатом, как бы он плохо себя не чувствовал, власть все равно будет работать, будет работать. Неважно, чихает ли он, или у него болит живот, как бы он себя не чувствовал, власть принадлежит его положению. У вас есть положение. Вы воскрешены и посажены со Христом. Тело сидит на том же кресле, что и голова. А не так. Иисус сидит на кресле, а тело выстроено дальше вдоль дороги. Тело сидит на том же кресле, что и голова. И кресло, на котором мы посажены на небесах, это кресло власти. Аминь. И неважно, хорошо ли вы себя чувствуете в какой-то день. Неважно, чувствуете ли вы веру. Неважно, чувствуете ли вы помазание или присутствие Божье. У вас все равно есть власть. Она принадлежит вашему положению. Она все равно работает. Так же, как у полицейского, который в какой-то день нехорошо себя чувствует. Аминь. Теперь, позвольте мне коротко хотя бы перечислить три препятствия для использования нашей власти. Во-первых, неведение. Если вы не знаете, что принадлежит вам во Христе, вы в неведении о том, что говорит Слово, дьявол этим воспользуется. Дьявол будет сражаться, чтобы вы не поняли, не получили откровения и не согласились с тем, кто вы во Христе и какая власть принадлежит вам во Христе. Дьявол осуществляет свои планы именно посредством неведения. И он старается удержать вас в неведении. Так что избавляйтесь от неведения. Как от него избавиться? Изучайте Слово. Размышляйте особенно о тех местах Писания, которые мы выделили в последних эпизодах. Не просто читайте их. Размышляйте о них. Провозглашайте их самим себе. Аминь. Изучайте книги, которые учат о вашей власти. Слушайте проповедь об этом. Темой власти во Христе, наверное, следовало бы питаться ежедневно. Постоянно. Почему? Потому что вы нуждаетесь в этой власти каждый день. И так легко отойти от этих истин. Итак, первое препятствие для вашей власти во Христе – это неведение. Второе – это неверие. Когда вы не верите, что эта власть вам принадлежит. Помните, Бог избавил народ свой из Египта. И он совершил столько чудес, чтобы освободить их. И когда он пытался ввести их в полноту благословений, в их собственную землю, обетованную текшую молоком и медом, в землю изобилия, они не пошли. Почему? Они Ему не верили. Они Ему не верили. Хотя Бог уже дал им эту землю, и она им принадлежала, они не верили Ему. Не доверяя Богу, человек не доверяет тому, от кого проистекает власть. И невозможно двигаться в истинном владычестве, не доверяя тому, от кого владычество проистекает. Как можно сказать кому-то, «Я тебя люблю, но не доверяю ни одному твоему слову»? Ну, слава Господу. Это называется неверие, и оно враг вашему применению власти. Третье препятствие для применения власти и владычества – это грех. Как мы говорили, покоритесь Богу, не покоряйтесь греху, сдавайтесь Богу, не сдавайтесь греху, не сдавайтесь неправильным поступком, потому что грех прервет успешное применение владычества и власти. Живите в чистоте. Чтобы применять владычество, нужно жить в чистоте. Спасибо Богу за кровь Иисуса, очищающую нас. Почему? Потому что она ставит нас в правильное положение, чтобы мы могли занять свое кресло власти. Аллилуйя! 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 Аллилуйя!